Вы что, Новодворскую встречаете? Да, её. Прилетела уже? Да, да, она там в багажке. Э, Тимрис? Да, с Новодворской, вместе с Боровым. Ой, ё. Как вы узнали, что мы прилетаем? Мы же никому не говорили. А мне товарищ сказал. Здравствуйте. Здравствуйте. Демократическая общественность Майами приветствует вас. На благодатной земле Флориды нам поручено встретить вас и отвезти, куда пожелаете. Видно, пророков нет только в отечестве своём. А в этом отечестве пророков будет грандиозно. Такая бы предупредительность администрации президента. Дождёшься. Ой, я не могу. Дорогие друзья, спасибо вам за поздравления. Я тронут поздравлениями с днём рождения, которые мне посылают френды. Спасибо день рождения. В общем, я не уверена в том, что это такой был в моей жизни положительный момент, когда я родилась. Но, может быть, какая-то польза от меня России будет. По крайней мере, некоторым я улучшаю настроение, некоторым порчу. У меня два президентских послания. Противников западных ценностей я сразу посылаю, как хороший вратарь, в какой-нибудь левый задний угол на любой набор трёх букв. Пожалуйста, СВР, ГРУ, КГБ. И пусть они ими занимаются. Я и Константин Боровой мы друг друга дополняем. Но главное различие между нами, и это не к моей чести, но, увы, я такая, какая я есть. Я из прошлого. Я из конфронтационного советского прошлого. Я человек предельно нетерпимый. Я создана и заточена на бескомпромиссную борьбу, на врагов, на союзников. Я человек военный, глубоко военный. И я так уже устроена, и моя жизнь была такова, что я штатской просто не могу быть ни в какой компании, ни в каком раскладе. Наше европейское будущее будет совершенно другим. Если все отсюда разбегутся, то, значит, линия фронта пройдёт где-то в другом месте. Человечество жалко. Мы как-то их сдерживаем. Мы пятая колонна. Мы выродки. Мы даём хотя бы информацию объективную Западу и цивилизованным странам о том, что здесь происходит. Ну, пока нам не открутят головы, некоторым уже открутили Галине Старовойтовой, Юшенкову, Ане Политковской. И никто из нас не знает, когда ему открутят голову. Меня всё время спрашивают, как-то я не боюсь, и как-то я здесь ещё живу. Вы всегда вообще выступали в оппозиции, кажется, любым властям. Любым плохим властям. А какая власть вообще может быть в России? В какой власти вы не будете состоять в оппозиции? Разумеется, демократической власти, которая будет чтить хотя бы текст этой Конституции, которая будет проводить рыночные реформы, которая выведет войска с иностранных территорий, не будет никого душить и будет вести себя по-человечески. То есть, если президентом страны станут Константин Боровой, Григорий Явлинский, Егор Гайдар, Юшенков, я надеюсь, что мне не придётся на них жаловаться? Естественно, люстрации. Естественно, запрет коммунистической и фашистской деятельности, что соответствует нашей Конституции. Статья 17, пункт 5. Естественно, никакие фашисты, нашисты и молодогвардейцы не будут ходить и топтать портреты. Создается правозащитный департамент, Министерство совести, о котором когда-то мечтал Савенков. Там будут сидеть Лев Пономарёв, Сергей Адамович Ковалёв, Александр Подробинник. Кто в клетке зачат, тот по клетке плачет. И с ужасом я понял, что люблю ту клетку, где меня за сетку прячут, и звероферму, родину мою. Понимаете, Россия, она как-то могучи. У неё очень мало демократов, исчезающе мало. И у меня есть очень чёткое ощущение, что если последние демократы разбегутся и сдадут Россию, то этот томогочи, как полагается томогочи, просто умрёт. У России не останется никакого шанса. У нас жизнь, жизнь несчастной, задушенной страны, которую надо просвещать, которую надо переводить на европейские рельсы, которую надо делать цивилизованной. Ладно, ребята, мы с вами здесь так хорошо посидели, поиграли, а теперь мне как бы надо идти Отечество спасать от мирового коммунизма, поэтому с вашего разрешения я полезла обратно в эту чёрную дыру в пространстве. Берегите себя на прощание. Да нет, это не в моём вкусе.